Вот Атаман, Атаманушка, вот Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! Глава района Адам Джарим провел очередную выездную приемную. На этот раз задать вопросы районным специалистам пришли жители Станицы Северской. Станичников волновали проблемы медицинского обслуживания, благоустройства, низкого напряжения линий электропередач и состояния водопроводных сетей. Я постоянно обращаюсь по любым вопросам к нашему главе Атаму Шахметовичу. На сегодняшний день у нас стоит вопрос ввода инвестиций по строительству логистического центра и строительства завода по переработке сельхозпродукции. Мы, буквально пообщавшись немножечко, мы с Адамом Шахметовичем вопрос этот решили. Завтра я подойду, мне будут выданы необходимые документы для предоставления в департамент инвестиций в Краснодар. И я так думаю, что ввод инвестиций даст толчок на развитие и поднятие экономики нашего Северского района. Я обратилась насчет дороги, потому что между санэпидстанцией и нашим домом порыв теплотрассы. Огромная лужа, которая каждые полгода ремонтируется и опять приходит в негодность. Как уже показала практика, выездные приемные не раз помогали жителям района решить острые вопросы оперативно, без промедления, не покидая своего населенного пункта. 15 марта ежегодно отмечается Всемирный день прав потребителей. В 2018 году он пройдет под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». В настоящее время все больше людей совершает покупки через интернет, не тратя время на посещение магазинов. Но с ростом дистанционных продаж возрастает и количество жалоб потребителей на действия интернет-продавцов. Ведь в погоне за быстротой и удобством мы зачастую пренебрегаем простой осторожностью. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, потребитель в первую очередь должен обратить внимание на информацию, которая доведена для потребителей. Эта информация должна быть доведена должному в полном объеме. Наименование хозяйствующего субъекта, название магазина, адрес и фактическое место осуществления магазина, куда потребитель должен или имеет право направить претензию в случае некачественного товара. Интернет-магазины зачастую имеют не самую лучшую репутацию, так как велик риск обмана или возникновения проблем, связанных с товаром. Поэтому могут возникать конфликтные ситуации. «Со стороны Роспотребнадзора оказывается юридическая правовая помощь. Это означает, что потребитель, который приобрел в интернет-магазине некачественный товар, он имеет право обратиться с претензиями». Чтобы восстановить справедливость, необходимо знать точный адрес интернет-магазина и телефон, по которому можно связаться с его представителями. «Сталкивались ли жители Северского района с недобросовестными интернет-продавцами, выяснила наша съемочная группа». «Лично на моем опыте я заказывал и приходило все, то есть то, что соответствовало. Но это были проверенные магазины, за которых я был уверен 100%. Но были случаи, друзья рассказывали, что они заказывали, деньги отсылали, либо вообще ничего не получали, либо получали какой-то товар, не соответствующий тому заказу, который они заказывали». «Наши интернет-магазины, на мой взгляд, мало раскручены, малоизвестны, они их мало знают, их мало рекламируют. Хотя я знаю, здесь у нас в Краснодаре есть, и в России вообще есть такие магазины. Но в основном приходилось пользоваться китайскими услугами». Методический семинар на тему «Проектная и профориентационная деятельность в естественно-научном цикле» прошел в стенах Центра развития детей и юношества Станицы Северской. Приглашенные эксперты из Кубанского государственного университета и эколого-биологического центра Краснодарского края встретились с преподавателями общеобразовательных школ района и педагогами дополнительного образования, чтобы обсудить все нюансы организации исследовательской и проектной работы. Доцент Кубанского государственного университета, кандидат биологических наук Наталья Пикалова подробно и наглядно представила методические рекомендации и типичные ошибки в написании исследовательских работ. «Научите своих детей пользоваться библиотекой. Библиотекой не только в бумажных носителях и библиотеках заведения. У нас масса сейчас сайтов, которые даже не требуют регистрации, но которые содержат научные книги. Я как эксперт, открывая работу, первое, что делаю, расскажу вам алгоритм, да, я сразу смотрю литературные источники. Если я не нахожу ни одного литературного источника, книги там какой-то, учебника, учебного пособия, если я не нахожу ГОСТа, хотя у них методическая работа, я эту работу высоко никогда не ценю». Четкая структура, логика повествования и личная заинтересованность ученика – главные элементы успешного исследовательского проекта. В рамках встречи эксперты еще раз отметили важность проектных работ для дальнейшего развития ученика. По словам самих экспертов, успех будущего ученого начинается с педагога, который со школьной скамьи не только заинтересует ребенка естественными науками, но и даст ему правильные инструменты для познания мира. Районный фестиваль ветеранских хоровых коллективов «Не стареют душой ветераны» прошел в поселке Ильский. Десять коллективов из семи поселений района собрались в стенах Дома культуры, чтобы поделиться своим творчеством со зрителями и коллегами по сцене. Оценивала выступление участников фестиваля экспертная комиссия и ее председатель – заслуженный работник культуры Российской Федерации Иван Николаевич Салтовец. Коллективы исполняли песни разных авторов под аккомпанемент и акапельно. Со сцене звучали песни о войне, народные и патриотические произведения. Разноплановость репертуара оценили и члены жюри, и зрители в зале. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон»